Добрейшего времени суток на связи антиквар добро пожаловать в нострию в kings bounty 2 приключения продолжаются как видите мы находимся в локации где мы бились с троллями я здесь все полутал давайте расскажу о своих находках вот здесь чуть дальше прям прямо по курсу была пещера троллей там был обычный лут но кроме него мы нашли там два предмета сейчас я вам их продемонстрирую чтобы у вас было понимание во первых мы нашли вот такую дарственную грамоту понятия не имеет зачем она нам нужна и во вторых мы нашли книгу шахтерских сказок помните нас одна барышня которая находится в поселке вместе с беженцами просила найти мамину книгу сказок так вот это та самая книга и есть мы ей эту книжку занесем и сейчас давайте сбегаем посмотрим чем нас здесь порадует торговец войсками квинт да да он нас здесь порадует никем иным как троллями с которыми мы бились как видите здесь есть обычные тролли второго уровня требующие 680 лидерства и есть камнекожие тролля уровень 3 которые требуют 1200 лидерства и вот смотрю я на этого парня у которого 384 жизни и регенерация 20 процентов и думаю что хочу видеть его в своем отряде но пока как вы понимаете по лидерству мы немножко не проходим поэтому нанимать его мы не будем кроме того что я сделал за кадром вы можете видеть что я убрал копейщика в резерв и вместо него поставил каменного элементаля почему я так сделал ну чтобы он качался возможно я с этими ребятами похожу они из искусности у них второй ранг они являются стрелками в рукопашки не имеют никого штрафа и для создания второго уровня 288 хитпоинтов на первом ранге это по моему просто прекрасно ну вот как то так ладно покопим лидерство и потом подумаем нанимать ли камнекожего тролля вообще если честно очень бы хотелось это сделать но пока мы забираем свинью пятнистую и у нас есть выбор мы можем пойти по пути анархии отдать свинью милару или можем пойти по пути порядка и отдать ее рохусу как вы понимаете путь порядка как и путь искусности в случае с катариной наше все поэтому свинью мы завезем именно что рохусу так давайте лошадкой здесь воспользуемся чтобы побыстрее преодолеть вот это вот расстояние и сэкономить еще немножко на этом времени ну и отправимся к рохусу благо бежать до него совсем недалеко нашлась твоя пропащая свинья бери пока я не передумала все таки поверили мне а не этому сумасшедшему спасибо отблагодарить вас нечем особо но мы тут кое-что выловили из реки недавно овощ пригодится крепкий ошейник выловили из реки 30 опыта нам дали свиток какой-то свиток лечение что ли по моему на то и крепкий не крепкий кожаный ошейник легендарный предмет минус 100 лидерство броня плюс 3 сопротивление плюс 3 ну мягко говоря так себе это очень мягко если высказаться но его конечно не будем продавать силу того что это легендарный предмет мало ли куда он нас приведет к какому луту но в целом не впечатляет пальтишко надо продать все таки у нас фартук алхимика смотрится много лучше 195 золота как вы понимаете на дороге не валяются так ну ладно выполнили мы квест теперь надо решить что делать дальше я вообще что хотел сделать я хотел вернуть книгу а нет стоп думаю у меня же был готовый план я хотел поговорить с секачем насчет невесты вот этого плаксивого ранимого молодого человека которого мы встретили по дороге по пути сюда поэтому давайте мы к нему и направимся нам же сюда правильно я бегу нет неправильно стоп 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 а куда нам надо а куда нам надо нам надо просто вот так сделать и не мучиться во и сразу дело пошло на лад да и лагерь должен быть прям под боком именно что вот сейчас я не знаю не знаю что х я не знаю что я не знаю что Не свободна здесь не только, бедняжка Марлин. Хочешь предложить мне какой-то коварный план? Если я обрету свободу, я смогу многое сделать. Для вас, для меня и для Марлин. Но мне не справиться одной. Я должна передать от Кистеня приглашение на свидание. Все готово у святилища разбойников. И напитки, и закуски, и удобные покрывала. Я даже предупредила всех, чтобы не совались. Но передать приглашение той единственной, кто внушает мне ужас. Это выше моих сил. О, кажется, я догадываюсь о ком ты, мадам Бегиен. Она держит салон в Марцеле. Знаете? Так, Брандова невеста. Приглашение на свидание получено под Боню. Крепость разбойников. Кошмар королей. Мы по-прежнему должны с Секачем поговорить. Да, и вот у нас появился путь искусности. А, видимо, когда мы поговорим с Секачем, появится путь силы для решения этого квеста. Ну, понятно, что мы будем играть через искусность. Но с Секачем-то пообщаться тоже нужно, правильно? Здесь, давайте по торговцам пробежимся. Слушайте, а кроличья лапка, это не тот ли слот, который у меня пустует? Давайте вот что сделаем. Я даже сохраняться не буду, если что, у меня загрузка есть не так давно. Смотрите, у меня есть пустующий слот, вот этот. Мне кажется, это и есть обычная вещь. Тут легендарный предмет. Нет, легендарный предмет, это просто четкий легендарный предмет, да? А как у нас называется вот этот слот? Плохо, что не подписано. То, что кольца-то интуитивно понятно. Пояс, кепка, сапоги. Вот это вот все тоже понятно. А вот здесь, хотя, ну, это, видимо, должна быть какая-то подвеска-кулон. Тоже понятно. Тянет ли кроличья лапка сюда? Ну, просто, а куда ее еще? Давайте мы купим. Да, 1600. Да, именно так. Этот слот занимается. Плюс 3 здоровья, плюс 2 критический успех. Не бог весь что, конечно, но деньги есть. Почему слот не занять? Кстати, у меня есть еще идея заменить вот эти вот магические четки. Помните одного из двух торговцев, которого мы встретили при выходе из королевского замка? Вот там у него можно вот те бутылочки прикупать как раз вот под эти слоты. Итак, здесь настрийский меч. Давайте я просто вам покажу, что это. Воинский посох получше, чем у меня. Ну, тратить на него деньги я все-таки не буду. Я хочу найти что-то более нам соответствующее. Урон плюс 20% бандитам. Кольцо кастет. Кольцо лучника плюс 15% урона для стрелков. Занятно. Боевые трофеи плюс 50%. Да, увеличивает на 50% награду за победу в сражении. Берем. Это окупится совершенно точно. Причем уже довольно скоро можно начинать это использовать. Поскольку сейчас уже награды довольно большие в нормальных боях. Богатенькие. Давно таких не... Ты, наверное, и есть, Сикач. Наш злодей. Антигерой. О, сколько смелости. Чего тебе? Хочу закончить эту нелепую историю. Отпускай девицу. Либо у тебя начнутся крупные неприятности. Ну, с чего бы это им начинаться? Раньше такие, как ты, опасались задавать мне вопросы. Придется напомнить о себе. Вот это я понимаю, решительный подход. Не то, что у сопляка Бранда. Ну, давай посмотрим, чего ты стоишь. Эй, ну че ты там мнешься? Сюда иди, давай разберемся. Сюда иди. Ну, действительно, это путь силы для решения данного квеста. То есть, смотрите, здесь у нас путь силы разобраться с Сикачем и его ребятами, да? А здесь передать мадам ДГН приглашение на свидание. Ну, как я уже сказал, мы будем действовать именно через приглашение на свидание. Ладно. Пойдемте. Быстренько с этим делом закончим. Плюс у нас есть дела в городе, о чем я тоже уже упоминал, и в его окрестностях. Поэтому сейчас мы тут все провернем сразу же. Всю эту историю. Так, быстрое перемещение. Южные ворота Марцеллы. Далековато, конечно, бежать до этой мадам Дегиен. Ну, что уж поделать. Придется пробежаться. Так, а не лучше ли мне будет сразу посетить нашу девушку вот здесь? Вернуть Бейли ее книгу. Давайте, наверное, мы так и сделаем. Тоже нам вроде как не очень далеко здесь бежать. Можно было сделать и наоборот, но, в общем, не важно. Сразу же до нее добежим и все и отдадим. Ферма Мерси. Здесь все еще народ испытывает нехватку в еде. Мы пока вопрос этот не решили. Вот они, твои сказки. Страницы слегка цирели, но читать можно. Благословение, Лео. Это и впрямь она. А мне-то даже отблагодарить вас нечем. Иногда даже мне достаточно простого спасибо. Когда у меня будут дети, я расскажу им о вашей доброте. 150 очков опыта на самом деле. То есть больше мы ничего не получаем. Но и 150 экспы почему нет? Очень даже приличная история. Так, ну погнали. Погнали теперь в город. Ускоримся слегка на лошадке. Конечно, с ногами у лошадки беда, как их пока здесь изобразили. Но вроде как в патче, который скоро обещают, говорили, что поправят этот момент, добавят сложности. Так, ну и здесь мы с лошадки слезем, потому что здесь мы уже бегаем быстрее, чем она ходит. Так, пока мы здесь. Видите, нам показывают меточку, да, что можно подойти к Галину. К Галину мы подходим по поводу пера Чудо-Птицы. Для квеста на пробивку разбойников. Там, если вы помните, мы орлов можем призвать. Но для этого нужно выполнить некоторый магический ритуал. Галин, я тебе помогла, теперь твой черед. Добудь мне перо заморской Чудо-Птицы. Ох, Чудо-Птица, знаю такую. Давно хотел привезти их ко двору. Живут на малом Малуке, отличаются умом и сообразительностью. Очень уж непросто их добыть. Самой птички у меня нет, а вот гоблинское украшение с этими перьями где-то было. Сейчас найду и отдам. Для вас даром. Ну что ж, теперь мы квиты. Смотрите, не зря получается за цыплятами гонялись его, да? Он нам просто помог, просто так помог получить перо Чудо-Птицы. Если бы, я полагаю, мы его квест не сделали, то мы бы должны были его выкупить или как-то так, да? Вряд ли он нам бы отдал его бесплатно. Так, ладненько. Притон разбойников. Кстати говоря, друзья мои, давайте я покажу, кто играет. Мне-то это ни к чему. Вот здесь, в нижней Марцеле, открылся торговец. Там раньше двери были закрыты на замок. Открылся торговец, зовут Ирен. Она предлагает войска анархии. Причем там вплоть до четвертого уровня. Там есть какой-то заклинатель, незаклинатель, но, в общем, какое-то магическое свойство мужик. И он четвертого уровня. Есть ребята третьего уровня, ассасины. Есть духи тьмы. Помните, мы дрались против духа тьмы в приюте последней надежды или как в благодати, как заброшенный городок назывался, где все замерзли. Против духа тьмы дрались. Вот там таких можно нанять. В общем, кто играет через анархию, загляните туда. У меня пока планов таких нет, поэтому я туда и не иду. Так, что я хотел? Я пальтишко хотел продать, да? Давайте мы ему сразу отдадим. И купить. Пробежимся по склянкам. Ну, это для воина, понятное дело. Кстати, кто через анархию играет, 15% урона. Очень неплохо, недурно. Зелье овалия. Лидерство плюс 60, здоровье плюс 12. 9, 200 вообще не так уж и дешево. По крайней мере, на начало игры. А плюс 12 здоровья приятно. А вот лидерству маловато. Было бы лидерство плюс, я не знаю, 200, 300 хотя бы. Было бы да. Вот это мне штука нужна. Фиал тьмы. Сила магии плюс 4, тайное знание плюс 7. Увеличивать на 20% урон периодических эффектов, наложенных заклинаниями героя. Ну, то есть, горением и прочим. В этом фиале содержится концентрированная тьма из праха убийц и преступников. Ну, и на сопротивление мы, в общем, воздержимся. Давайте мы купим. Сразу же мы по деньгам просели. Вот это все. Ну, ладно, у нас хлам тут какой-то есть. Не буду продавать одной кнопкой. Знаю, что она тут есть. Почему не буду? Мне просто писали, что если продавать одной кнопкой, через вот продать хлам, да, зажать пробел и продать все сразу, то предметы, которых несколько, будут продаваться по цене одного. То есть, вот у меня есть три медных малых чайника. Они продадут за 33 золота, хотя должны за 99. Я сам не проверял, но лишний раз рисковать не хочется. У меня тут всего много. Я за кадром между сериями спокойно все это дело продам. Так, торговцу огромное спасибо. Давайте мы поставим фиал. Тайное знание 61, силы магии 30. Это насколько она у нас увеличивает урон заклинаний на 20,1%. Хочется 75 единиц навыка, чтобы длительность, да, заклинаниям увеличить, но это уж как пойдет. Колечко у нас, кстати, одного нет. А вот слот, я так понимаю, это сброя, да, на лошадь? Его я вообще не видел нигде в продаже. Так, мадам Дегиен, она здесь прямо рядышком же, вот здесь. Здесь же, да, вон она стоит. Вы наделали такого шума полгода назад. Это не то, мне надо отдать ей, да? Мне прийти тролль девочки на побегушках. Но чего не сделаешь ради короны? Кистень передал вам послание. Чшшш, тише, тише, мой прекрасный почтальон. Не нужно всех вокруг оповещать о моем личном счастье. Дайте письмо. Ох, какой затейник. Послушайте, что пишет. А после я брошу вас в густые травы и... Ах, дальше очень личное. Да знаю я это личное. Спешите уже, небось, проверить искренность адресата. Разумеется. И желаю, чтобы вы меня сопроводили. Мне так будет спокойнее. А вам, я так понимаю, по пути. Кстати, обратите внимание, моя новая служанка, не обученная магичка, умеет немного, зато может перенести двух людей с места на место. Только на то и годится, если по-честному. Давай же, Бестылыч, переноси нас. Да, госпожа. Так, приглашение утрачено. Очки искусности мы получили. Одну очко, точнее. У нас их стало пять. Порядка больше, чем искусности у мага, елки-палки. Слушайте, ну, что я хочу сказать. Я бы необученной магичке не доверил переносить себя с места на место. Ну, просто она не обученная же. Переносить-то будешь, нет? Чё сделать-то надо? Просто коснитесь руны и немедленно окажетесь в светилище разбойников. Ясно. Обещаю, вам понравится. Да главное, чтобы тебе там понравилось. Ты собралась туда по личному делу. Руна Юнх. Оп, да, всё работает. Необученная магичка оказалась очень даже обученной. Ты зачем сопровождение с собой притащила? Решила, что вдвоём нам сегодня будет скучно? О, я всего лишь слабая дама, милый. Вдруг здесь меня ждал бы не ты, а кто-то из моих многочисленных недругов? Как видишь, я. Прежде чем оставить вас, я хотела бы поинтересоваться судьбой Бонни. Ах, вот о ком вы печётесь. Девица умеет выбирать себе защитников. Хм. Можете передать ей, что она свободна? Пока что. Так, брандовая невеста. Вернуться к Бонни. Полагаю, тут есть чем занять себя, да? Поискать по кустам, полутать. Может даже имеет смысл это сразу сделать? Поскольку я сюда вряд ли вернусь, я это место вряд ли найду. Сия табличка память о том, что случится с каждым чиновником, кто рискнет собрать дань с кистеня. Промыслом создателя этот камень рухнул неоткуда на телегу сборщика налогов, посланного из Марцеллы, и оставил её без средств передвижения. Впечатлённый дарованным свыше знаком, чиновник бежал в Марцеллу, навсегда оставив помыслы о налогах. Разбочень разбойничьей же братьей, повелеваю приносить дары в это святое место, и дары эти не красть. Да будет сей камень памятью и назиданием каждому чиновнику, кто рискнет собрать дань с кистеня. Так, а украсться тут и нечего, да? Или плохо несут, или что? Сундуки-то есть тут какие-нибудь? Какие-нибудь, да вот, сразу же давайте мы лутанём. Камень-фей немножко золота, ну. Как говорится, чем богатое. Тут есть куда бежать, тут вроде и бежать некуда. Так, ладно, где мы? Где мы есть с вами, друзья, товарищи? Дамы, господа. То есть нам сюда, правильно? Правильно мы бежим? Правильно мы бежим. И мы сейчас к Боне. Заново заскочим. Скажем ей, что выполнили её замысел. И теперь пускай она выполняет свою часть договорённости. И освобождает нам барышню. Бонни это та, которая стояла у ворот. А мадам де Гиен, да, она у неё салон. Я что-то думал, что у неё швейный салон. Часто я понимаю, какой у неё салон в Марцеле. Вот она, Бонни. Люблю героев. Такие, как вы, тут же кидаетесь на помощь даме в беде. Не могу сказать, что я перенапряглась. И напомню, ты обещала помочь Марлину. Обещала. Да Гиен, как я и думала, потащила тебя с собой. Ещё бы. Хе-хе-хе. Ну, пойдём, посмотрим, как это делается. Сопроводить. Давайте сопроводим. Станем даже поудобнее. Какой парень с мечом сидит. Колоритный. Ты можешь побыстрее чуть бёдрами покачивать? Я говорила, что Кистень заберёт у тебя Марлин. Ну, предположим. Так я напомню. Марлин отправляется служить в салон Дегиен. Сейчас же. С чего в такие перемены? Тебе-то откуда знать? Потому что я это организовала. Тупая башка. Видел, как Кистень уходил? Так это он уходил с Дегиен договариваться. И договорился. Вот, целого спасителя Ностри отрядил, чтобы Марлин сокроводить. Да, вижу. Всё, да, побеседовали. Так что, девица теперь в салоне Дегиен служить будет? Как Бонни раньше? Не вникала. Ну, понятно, что это змеище не станет делиться подробностями. И на что Кистень она сдалась? Ну да, не моё это дело решение Кистень обсуждать. Забирай свою девицу. Вообще-то она вроде как была прослатана. Да мне плевать, как вы её там поделите. Я-то хотел Бранда в отряде сохранить. Теперь-то он наверняка разбойничать бросит. К ведьме не ходи. Я думала, вот выйду на свободу, обрадуюсь. А теперь не чувствую ничего, кроме печали. Какая ты, оказывается, сложная ночь. В чём дело? Сикач тебе приглянулся? Скажите ещё. Таких только публичные девки любят. Я ведь ждала, что за мной придёт мой жених. Придёт и спасёт меня. А вместо Бранда явились вы. Да, привычную историю пришлось переписать. И что же? Свадьбы в конце не будет? Да я его видеть теперь не могу. И кольцо его мне не нужно. Вот, заберите. Может, хоть вам пригодится. О, решили проблему колечко. Кольцо Бранда 400 опыта. Задание выполнено. Так, уровень только мы чуть-чуть не добили, да, на этом, на всём. Кольцо Бранда. Легендарный предмет. Критический успех. Плюс 3 инициатива. Плюс 1 у бандитов. Ну, бандитов у нас нет в армии. Плюс 3 критический успех. Ну, хотя бы. Лучше, чем ничего. Итого у нас суммарно он плюс 5. Да, со всех предметов идёт. Ну, хорошо, наверное. Наверное. Жаль, мы уровень не добили. Где его добить? Эм, ума не приложу. Ничего. Я как-нибудь разберусь. Спасибо вам за всё. Обращайся, если что. Если что не так, ты уж прости. Так, ну пойдёмте. Здесь, наверное, что? Быстренько пробежимся. Там вон торговец ещё один есть. Посмотрим, какие он войска предлагает. Ну, тут бандиты, очевидно, будут. Разбойники. Налётчики. Налётчики неплохие. Второй ранг. 182 жизни. Пятая инициатива. Пятая скорость. Удары отступления. Игнорирует зону контроля. Стремительная атака. Первой атакой в бою наносит на 20% больше урона. Больше лута, да, получает. Пятая инициатива. Ну, всё-таки нет. Волки. Это понятно. Орлы. Тоже, наверное, и нет, слушайте. Хотя, это уже сила. Сила, она с троллями будет. Комбиться и с гномами, да. У гномов есть арбалетчики-стрелки. Если что, мы знаем, где их нанять. В общем, ладно, буду думать. У кулака... Ну, хотя тут у него обычные орлы, а мы знаем, где огненных, да, взять. Орлов, причём там же точно, где и гномы уже мной упомянутые. Так, ладно, чё мы делаем? Чё-то очень много квестов, диалогов и всего такого прочего. У нас чё вообще осталось-то в дополнительных? Банду старой заставы, крепкий орешек. Это чё такое? А, это вот как раз... Как раз помочь, да. Ну, у меня был план, чем заняться в этой серии. Блудный сын, это дальше. Секрет Зандоры, это тоже дальше. Марцельский акведук у нас относительно рядом. Смотрите, чё мы сейчас будем делать. Да, и хотел ещё вам рассказать. Давайте уж сразу на этом остановлюсь. Мы прошли испытания, да, Димира в прошлой серии. И испытания проходили вот в такой чёрной области. Сейчас нам нужно следующим испытанием пройти испытание Моррейн. Видимо, опять мы будем драться с войсками вот этой, как там, погибели пустоты чего-то, чужой армии. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Но происходит это в точно такой же чёрной области. И таких чёрных областей, в принципе, хватает. Тут вот в ниже найти Флавия Астрослова. Есть какая-то здесь маленькая. Есть к югу несколько таких, да. Есть даже и побольше области, совсем большая. То есть, видимо, это всё будут наши испытания, которые должны мы будем проходить. Проходить. Так, ладно. Отправимся мы с вами сейчас вот сюда. Вот в эту самую битву. Тут же у нас посетить первую башню акведука. Сделать это можно вот отсюда. Если я правильно всё понимаю. Вложить дары на звериный алтарь. Ну, может, сюда сразу по дороге заедем, да. Чтобы уже потом можно будет в следующей серии нападать на вот эту вот заставу. В общем, поглядим. Давайте мы туда отправляться. А там по ситуации, как говорится. Кстати, вот этот свиток я видел. Пробегал мимо, но что-то так и не понял, где он там лежит. Вроде покрутился, покрутился на месте. Но так и не понял, как его забрать. Да, любопытно. Полчаса мы тут потратили на квесты, на вот эту говорильню. Это та самая засада. Но тут мы не торопимся, как вы понимаете. Нам куда надо? Нам надо, по-моему... Вот сюда дойдём сразу? Давайте дойдём. Поставим метку. Так, нет, стоп. Метку-то я поставил. Видимо, нам вот сюда надо по дорожке пройти или как? Где искомый алтарь? Ага, звериный алтарь. Вот здесь. Зажать и призвать. Ну, наверное, орлы не имеют срока давности, да? Если мы их туда-сюда призовём, они, наверное, тут и останутся. Никуда же они не денутся. Задание обновлено. Отомстить бандитам. Ну всё, то есть мы вызвали здесь орлов. Помочь Тивири призвать орлов. Да, мы сделали. Теперь нужно просто пробить ту заставу. И, соответственно, за это мы тоже получим искусность. Отлично. Так, но сейчас нас интересует Марцельский акведук. Так. А вон, кстати, орлы. Это которых мы призвали, да? Слушайте, что у нас так всё подвисает-то? Ну, бывают такие области, я уже говорил, где почему-то начинаются подлаги-пролаги. Ой, ой, не туда. Не туда. И тут вот та самая область и есть. Орлы-то меня не тронут, нет? Не начнут клевать. Ну, вроде как, нет. Здесь какие-то руины. Можно, наверное, тоже забежать, посмотреть. Но это всё у нас будет отнимать время. Здесь старое кладбище, которое мы уже видели. Там вот какой-то бой дальше. Ну, что, наверное, пойдём, куда мы собрались. Вот сюда, к ведуку. Здесь какая-то битва. Или глянем просто, что там за бой. Ну, так, для общего развития. На кладбище наведаемся, наверное, в следующей серии, перед тем, как пойдём пробивать заставу. Это у нас башня магов, или как называется? Так, кто у нас тут? У нас тут боевые псы, мечники, лучники. Копейщики, а вы кто? Послушники. Послушники. Таких ребят я не видел. Это уровень 3. Ранг 1. 168 здоровья, 510 лидерства нужно. Так. Являются стрелком. Обжигающий луч. Дистанционная атака у них. Истребитель нежити. Умеют лечить тоже, да? Как и наши колдовалки. Ну, вот на замену нашим колдовалкам, похоже. И каменную кожу умеют накладывать. Ну, хотя... Каменная кожа, наверное, поприятнее, чем снятие случайного отрицательного эффекта. А может быть и нет. Но у нас снятие эффекта есть у наших элементалей. Ладно. Нам пока сюда... Вроде как не нужно. Поэтому давайте. Будем придерживаться. Плана. Поехали. Моя хорошая. Моя лошадка. Ехать-то недалеко. Он уже и граница битвы. Так. Старое кладбище. Путевую стелу открыли. Это замечательно. Из-за любопытства. Житийского. Банального. Давайте вот сюда наверх прогуляемся. Это, видимо, вход как раз в Экведук. Да? Вот в первую башню. Но он завален. Тут бочка, правда, оказалась. Бочку слутаем. Ну и погнали драться. Тем более, вход все равно завален. На кладбище, кстати, есть алтарь. А может там тоже какой-то бой? Давайте забежим. Алтарь. Там может быть опыт, да? Что это за алтарь? Я так с коду не скажу. Есть что полутать. Нет, это военное дело. То есть военное дело у нас теперь три. Увеличивает урон союзных отрядов на 2,4%. Ну и хорошо. Алтарь слутали. Теперь биться. А сюда, как я уже сказал, мы в следующей серии вернемся. В общем, здорово, когда у тебя есть план и на эту серию, и на следующую. Каким будет второй бой в этой серии, вы тоже узнаете. И я уверен, он вам понравится. Столько нежити и ни одного некроманта. Странно. Дели, успокойся. За нами никто не гонится. Все на кладбище остались. Сейчас фарску... За нами никто не гонится. Все на кладбище остались. Кайф. Так, здесь у нас лучники, скелеты. Быстренько пробежимся. Мы всех видели. В общем, тут ничего примечательного. Скелеты обычные 2-го ранга. Упыри 2-го ранга. Зомби 1-го ранга. И скелеты обычные 1-го ранга. В общем, даже тут и опасаться, мне кажется, некого. Просто нападаем, смотрим на поле боя, расставляемся и погнали. Подготовка. Так. Куда церковь девали? Слушай, ну как классно, что тут поля битвы прям вписаны в местный ландшафт. Это у нас лучники, правильно? Это у нас зомби. Это у нас скелеты с маршем, со своей обилочкой, которые могут дойти. Упыри далеко. Ага. Ману тратить не хочется, если честно. Кого-то убивать маной зачем? Вроде как и не нужно. Так, лучники. Сюда. Каменный. Сюда. Или даже вот так. Поехали. Так, ну что, попробуем без маны потягаться. Лучники как бы вроде страшные. Ну, относительно. Ага. А тут вот есть вот эти ребята, да, которые побегут и... И ударят. Или не жадничать уж совсем, поставить сюда каких-нибудь големов, чтобы били в них. Давайте мы так и сделаем. Просто, мне кажется, проще сделать так, чем потом заниматься воскрешением. Да, вот в эту клеточку ставим. И горе не знаем. Призыв глиняного голема. Так, собаки пока пропускают. Это упыри, да, прибежали? А билочка наша сейчас будет испепеление. Надо испепелять кого? Стрелков. Ой, как хорошо. Минус три. Ой, кайф. На них еще эффект остался, да? Испепеление. Ну, да. Минус отряд. Хе-хе. С одного каста. Неплохо. Неплохо. Так, этим товарищам хочется убивать. Вот именно что. Но тут мы убиваем одного-двух. Давай. Давай. Наверное, нормально. Минус один. Жаль, не два. Вот на следующий выстрел он сделает два. Так, стоим. Здесь пока пропустим. Здесь пока пропустим. Так, ну и вами, наверное, просто стоим. Понятно, что мы всех не сможем убить духами света и каменными элементальными. Придется и другими поработать. Вот, например, упырей убить, да? Ну, давай вот так сделаем. Собаки, конечно, хорошо у нас раздают урон. Выстрелим, никого не убьем, просто чуть их ослабим. Наверное, давай. Если что, сознательно не прожимал атаку огнем. Так, а этих никто не видит, да? А этих ребяток никто не видит. И отсюда я их тоже не увижу. Можно еще скелетов бахнуть. Слушайте, ну... А там еще остались же, да, скелеты, да, которые еще не ходят. Просто хочется максимальное количество опыта вытащить. Вот в этих ребят. В принципе, они здесь пока и стоят. Ладно, давай, пусть просто их будет поменьше. Минус два. Отлично. Просто замечательно. Ну, и собаками мы отбегаем... Просто вот сюда, наверное, да? Да, я понимаю, что это зона контроля. Но он один упырь очень мало бьет. Поэтому собакам по факту ничего не грозило здесь. Ну, и тут... Колдовалочки убили. Нашего оппонента. Он казнь произнес вроде свою атаку, да? Но если мы никого не потеряем, какая казнь? Правильно? Она же не сработает банально. Насколько я понимаю, это так работает. Так, здесь... Бьем. Да? Если что, мы их полечим. Нашими самыми этими колдовалочками. Так, здесь... Можно одного здесь убить. Можно одного здесь убить. Без разницы. Давай здесь. Заберем. Стой. Тут лечение. Прожимаем. Убьют, не убьют. Интересно даже. Не, не убили. Молодцы. Теперь наш каменный... А, не, не каменный. Тут сейчас убьют голема, да? Одного. Угу. Повторный ход. Это не страшно. И те скелеты очень долго бегут. Ясно. Ясно, понятно. Так, ну тут защита. Тут. Тут просто пропускаем. Здесь добили. Слушай, надо... Надо отнять. Ну-ка. Надо убить. И он не убил. Ну что ты за инвалид-то? Что ты за инвалид? Ну давайте вперед тогда, что ли, двинем. О, молодцы. И ударили кого надо. Вот за это огромное вам спасибо. Так, остался он здесь один. Отлично. Тут мы можем просто, наверное, его переставить, да? Почему нет? Пусть здесь прикрывает. Вот эти скелеты ворвутся. Да, это можно было гораздо быстрее сделать. Гораздо быстрее пробить. Но тогда меньше опыта получат наши вот эти два отряда. Посмотрим, кстати, сколько они вкачают. Это вот весьма любопытно. Наверное, ничего не надо делать, слышите. Пострелять неоткуда, да? Не можем. Лучниками. Ну и ладно. Не можем мы и стойки тогда. Так, а вот тут мы можем опять-таки наш луч света поюзать. И это будет прекрасно. Минус пять. Минус пять, если что, друзья мои. Это, конечно, круто. Минус пять, это прям кайф. Да, хорошо против нежити. Духи света воюют. Не дать, не взять. Еще и спепеление на сорок там, да? Куда они побежали? Сюда побежали. Просто подставим вот этого товарища. Отбегать он вряд ли будет. Собак мы наоборот отсюда уберем. Так, здесь пропустим. Здесь. Отсюда, да, можем закинуть. Давай, перейдем, кинем. Швырнем. Давай, двух сразу добивай и поехали. Минус два. Отлично. Отлично все получилось. Опыта больше отсюда вытащить было нельзя. Плюс сорок пять, плюс девяносто два. Хорошо. Так. Тысяча сто девяносто шесть золота. По поводу вот тех свитков на увеличение добычи на пятьдесят процентов. Да, уже можно их применять. Смотрите, награда почти тысяча двести. То есть, грубо говоря, если бы был тот свиток, я бы получил плюс шестьсот золота здесь. Ну, плюс пятьсот девяносто восемь, если быть точным. Но он же на три битвы работает. То есть, мы его... А стоит тысячу. То есть, мы его за две битвы уже окупаем. Третий идет в плюс. Маны плюс двадцать восемь у нас по результатам. Ну, и никто не умер. Отлично. Так, уровень не получил. А сколько не хватило? Да. Не хватило-то чуть-чуть прямо. Где бы его добрать? А. Так. А может быть мы... Или квест мы тут не выполним? Или мы тут квест не выполним? Куда нам бежать-то? Вот сюда вроде бы. А я откуда знаю? Ты главный, тебе и знать. Ты здешний мастер? Что у вас тут творится? Да пес его знает. Самому бы понять. Мы приводили в чувство эту громадину. Знаки левитации подновили. Сменили амальгаму в реверсионе. Ближе к нежити, пожалуйста. В общем, мы все сделали и собирались уже пустить воду. Надо было только заменить питающий кристалл на новый. Ну, ставили мы его, и началось. Из ниоткуда как налетели эти мертвецы, и все к кристаллу. Мужики в рассыпную, опрятались кто где, а теперь вот кристалла нет. Думаю, мертвяки утащили его себе на кладбище. Но я туда не ногой. Он туда не ногой. Я хотел вот этот бой провести сегодня еще, битву. Помните, там где вольные стрелки? Но мне хотелось бы, конечно, туда пойти, докачавшись по уровню. Может быть, к кладбищу вернуться, правда? Подкачаться. Вон место, да, судя по всему, под кристалл. Видите, постамент. Бьюсь от заклад, что туда кристаллы... Да, и вставляется, видимо, он посередине. Место для пазы для какого-то объекта. Видимо, для него и есть. Ну что, полюбуемся чуть природой, видами. Давненько мы этого не делали. Ну, неплохо. Наверное, неплохо. Так, ладно, если мы на кладбище сходим, может, какой-нибудь там бой простенький или что-нибудь. Нам чуть-чуть опыта надо. Чуть-чуть. Просто там-то битва серьезная. И там-то прям придется попотеть. Кого-нибудь терять. Надо будет кого-нибудь разменивать. Там вот этой армией без потерь подраться. Тем более у нас земляной не прокачанный совсем. Кстати, сколько не хватает этому до уровня? Немного. 36. Хорошо он качнулся. Ну, это 45 опыта. Получил, что тоже неплохо, да? Пара таких боев, он станет получать второй ранг. Что тоже неплохо. Если что, у нас есть 8 копейщиков. Может быть, убрать собак копейщиков, поставить на тот бой. Если мы сейчас на кладбище не придумаем, как докачаться. Почему копейщиков, а не собак? Ну, потому что они дешевле. И воскрешать их должно быть дешевле. Да, собаки больше урона вносят. Это ясно. Опять маны. Не густо. Не густо, прямо скажем. Кристалл. Ну. Похоже, души пытались согреться о кристалл. Что-то не так в загробном мире. Что-то не так прямо у тебя за спиной. Ты хранитель этого кладбища? Я хранитель этого кладбища. Надзираю за мертвыми. Я рыцарь Валиант. Здесь нет следов некромантии. Значит, мертвые восстали сами. Что случилось? В сером мире по смерти мировое светило больше не светит. Его поглотило нечто. Нечто, что не является смертью. Мертвые приходят в ужас и ярость от холода и тьмы. Посему они устремились к кристаллу. Нет мирового светила в мире мертвых. Но ведь мы его видим. Здесь на статуе плакальщицы была печать душ. Она не давала выйти в мир живых тем, кому это не позволено. Но нынче сюда явился недостойный живой. Вор по имени Гаррет. Он забрал печать душ. Тогда я уже не мог сдержать мертвых воинов. Они вырвались на свободу, похитили кристалл и питаются им. Так, мы можем договориться? Если ты вернешь печать душ, то я смогу вновь удерживать усопших. А если вернуть кристалл на место, то мертвые воины придут вновь. Где еще искать вора с редкой реликвии, как не в местном притоне разбойников? Так, установить кристалл, вызвав нежить, вернуть украденную печать душ. Это мы знаем где, да? Угу. В лагере у кистения. Так, установить кристалл душ. Ну что, в лагерь кистению? Как я уже сказал, очень хочется докачаться. Прям вот очень хочется. А кристалл душ куда нужно возвратить? Ух ты. Ух ты. Хороший какой гробик. Воинский посох. Броня плюс один, здоровье плюс два. Не, ну у нас... Слушайте, броня плюс один, наверное, поинтереснее, чем сопротивление. Давайте вот так мы сделаем. Я думал, у нас наш какой-то магический, а там какая-то билиберда, да? Золотая шкатулка музыкальная. 325. Ничего себе здесь это все стоит. Ладно, не занимаемся лутанием, как я уже обещал. Буду я это делать спокойно и за кадром. Давайте мы быстренько здесь перенесемся. Благо у нас уже есть стеллы открытые для быстрого перемещения. Это, конечно, очень удобно, да? Позволяет ни в чем себе не отказывать. Так. Гаррет. Ну, Гаррет, иди сюда. Иди сюда, бедолага. Где ты есть? Что ты хочешь вообще? Кто ты вообще такой есть? Нет. Вот этот, что ли? Нет, это кулак. Зажать, поговорить. Чего ты обязан? Ты вроде торгуешь. Есть штуковина одна. Много маны. Старинная. Что скажешь? Вы по адресу. Но вы не похожи на моих обычных клиентов. Раскусил. Мне нужен воришка Гаррет. Думаю, он пытался продать тебе кое-что. Это так? Был такой. Не очень давно. Притаскивал здоровенную такую серебряную штуку. Тяжелая. Фунта три. Но я не взял. Чуть я подсказала... Дело нечистое. Да, это была печать душ с кладбища. Где теперь Гаррет? Если у меня сбыть не получилось, то пойдет к Кастеру. Это торговец магии в Марцеле. Тот левак не берет. Но если Гаррет убедительно наврет, кто знает. Это я выясню довольно скоро. Поймать Гаррета. Так. Поймать Гаррета. Нет проблем ловить-то где? В Марцеле прям, да? Но он ни от кого не прячется, видимо, не ждет, что это его предприятие может быть опасным, да? И принести ему какие-то проблемы. Он ждет, что это предприятие принесет ему приличные барыши. Ну, мы попробуем сделать так, чтобы барышей ему не досталось, а вот по шее прилетело. Нечего мародерствовать на кладбище, тем более в такие неспокойные времена, когда нежить из-под земли прет. Пойдемте поищем Гаррета. Стоит он здесь, да? Прям где-то на площади. Ну-ка, ну-ка, как ты выглядишь? Не видишь, что ли? Это серебро. Не очень похоже. Скорее олова. Да ты ослеп. Что-то меня беспокоит. Где ты его нашел? На дороге. Хех, где же еще? Ты же сказал, что нашел его в бочке. Бочка стояла на дороге. Ну, сто. Тысяча. Сто пятьдесят. Восемьсот, не меньше. Взгляну еще раз. Позвольте мне вмешаться, господа. Ой-ой, а ты еще кто? Сочувствующая мертвым персона, которая ищет похищенную тобой печать душ. Будешь сопротивляться или можно обойтись без крови. Не хочу пачкать одежду. Силы стихий, так вот что это такое! Вот что меня беспокоило! Гарретт! Сколько еще таких печатей ты похитил? Я ничего не крал. Откуда я знал, что вещица такая важная? Легко пришло, легко ушло. Забирайте. Все, да? То есть, вот, никаких проблем? Где ваши свидетели? Живые, а не мертвые. Верните ее на место, скорее! Я-то вернул, мне ее отдали? Это кристалл. Так, подождите, подождите. У меня просто метка здесь осталась. А никакого действия, связанного с этим товарищем, нет. Нет. Вернуть украденную печать душ. Где ваши свидетели? Живые, а не мертвые. И... Устанайте кристалл, верните печать душ. Что-то я ничего не понял. Что от меня здесь хотят. То есть, на кладбище мне идти бесполезно? Правильно? Или подойти он им все-таки расскажет что-нибудь? Этот ни в какую, да? Где ваши свидетели, говорит? Живые, а не мертвые. Может, надо с кем-то еще поговорить? Но меня, как правило, куда-то отправляли в таких ситуациях. Хмм. Непонятно. Непонятно. Ладно, давайте мы попробуем сбегаем к Валианту этому еще раз. Если нет, то просто пойдем биться, уже не докачавшись. Ой, как бы это не было печально. Ну, а потом уже подумаю я. Куда нам с этим можно обратиться, да, так сказать? Где ваши свидетели? Ну, по идее, кто-то живой должен был проходить, что-то видеть. То есть, наверное, так это как-то должно работать или что? Ну, могли бы меня и отправить куда-то? Ты же хочешь со мной поговорить или не хочешь? Я говорила со множеством призраков, и у всех есть свои истории. Как так вышло, что ты остался в мире живых? Я когда-то служил в гвардии, принес присягу рыцаря короне. В тот год король ушел в поход, а я остался в столице. Я мечтал увидеть сына, который должен был родиться. Но, как назло, напасть случилось. Какой-то чародей нашел способ контролировать орды троллей. Они внезапно принялись грабить предместия Марцеллы. Я погиб в той битве. Я умер рыцарем, и во искупление того, что не последовал за королем, продолжаю служить. Ну, нет, это какое-то кулстори. Кулстори нам не очень интересен. Там еще и ребята стояли, помните? Там была какая-то разбитая телега. И там народ возле нее тусил. Две барышни. Ну, хорош подвисать-то, давай. Давай уже, отвисни. Не хочет отвисать. Если честно. Ну, давай, давай, во. Может, здесь? Отлично. Сейчас фарскудлаем телегу починят, и дальше поедем. Лошадь сбежала. На ком поедем? Тебя, кобыла, телегу спрежет. Ой, всегда ты на языке давито была. Вон фар из деревни лошадь приведет. Слышь, фар, за лошадью отправляйся. Да смотри, скелетом на зуб не попади. Ааа, слушайте, ну я даже и не знаю. Прям что-то как-то, как-то это странно, да? То есть, отгадка должна быть какая-то простая, по идее, лежать на поверхности, но... Ты хоть понимаешь, что ты натворил? А что я натворил? Я все сделал по книге. По какой еще книге? Головой надо было думать. Сами тогда и думайте. Стражу нам дайте. Или дайте голему... Можно вставить кристалл, но это будет сила, а сила мне не нужна. Вернуть украденную печать душ. Слушайте, а может он ее где-то рядом с собой выбросил? Помните, как было с этим? С костылем. Квест был, где костыль големов надо было, мастеру големов отнести. И квест стоял рядом. Но вообще не похоже. Если честно, не похоже. Где твои, говорит, свидетели? Живые, а не мертвые. Чего он так дерзко разговаривает? Какие тебе свидетели, бедолага? Не понимаю. Так, ну и опыта нам получается взять-то, в общем, негде, да? Придется биться с тем, что есть. Ну или тут битву провести. Может, правда сюда? Это мы оставим на потом. Тут мы докачаемся. Просто там-то ребята выглядят по-солиднее, я бы сказал. Вот те бандиты. Хотя, может и нет. Может, мне это только так помнится и кажется. А на самом деле не все так просто. Давайте еще раз посмотрим, кто здесь стережет проход. Итак, здесь собаки. Пять штук. Мечники. Второго ранга. С ускорением тоже, да? Стрелки первого ранга. Послушники третьего ранга. Ну, вроде не очень страшно. Копейтов. Да вроде вообще не страшно. Слушайте. Собаку брать. Мои какие, да? Шипованные, подкованные. А у него так какие-то. Можно поставить восемь наших мужиков. Можно собак оставить. Наверное, собак оставим. Давайте, короче, сражение проведем. Я его... Ух ты, ничего себе! Как он перемещается, вы видели? Итак, рельеф. Рельеф. Интересный какой. Так, ладно, у врагов кто где. Первые ходят послушники. Ага. Нам вот сюда надо, по идее, прятаться. Послушники нас здесь увидят или нет? Хороший вопрос. Проверить его можно только одним способом, да? Этого парня куда-то вот сюда, а вас вот сюда. Так что ли сделать? Послушники магии бьют, но... 62.86 плюс 50% поэтому залетит. Мечники. Копейщики. То есть, кого-то здесь все равно придется оставить. Собак он. Так они собак не подстрелят. Нет, давайте вот так мы сделаем. Собакам-то бонусный урон от них не пролетит. Правильно. Что-то у вас такое... А, каменную кожу они кастуют. Ну и отлично. Поехали. О, как. Интересно. То есть, они видят, да, отсюда? Но никого не убили. Хорошо. Лучники. Лучников много. Лучников, по идее, надо бы... Приласкать. Огненным лучом. Да, теряем опыт, но... Зачем мне надо, чтобы они по мне стреляли лишний раз. Давай, бах. 126. Двое поджарилось. Еще один, может быть, догорит. Так, здесь пропускаем пока. Его собачки побежали. У нас еще есть один удар, да? Скажем, вот так. Или вот так. Нет, ну, смотрите. Тут мы не добиваем. Давайте лучников дальше бахать. Почему нет? Давай. Минус 5. Ну, это кайф. Это я понимаю. И добить всех, да? Почему нет? Давай. Добили. Отлично. Отлично. Так, стреляли по кому? А себя вы можете полечить, кстати говоря? Ну, мы пока давайте пропустим. Что-то ни в кого не могу попасть. Ладно, давайте всеми пропустим. Посмотрим. Псами в размен. Наверное, да. Чуть-чуть не добили, да? Тут можем вот сюда стрелять. В мечников. Можно их и поджечь заодно. Давай. Давай. Так, а вы ни в кого и попасть-то не можете. Полечить собачку. Или себя. Наверное, себя. Хотя, собаки тоже не дешевые. Не, давай собак. Плюс 75 лечения. Отлично. Тоже лечение от оппонента. Супер. Вот это было хорошо. Так, и собак мы здесь сейчас, в принципе, доедим уже, да? Я думаю, да, надо кусать. Сами. Так, стоп. Здесь. 108, 148 мечники врежут. Эти 174. Причем врежут и те и другие. Големов призвать, чтобы как-то они это все дело немножко подзаконтрили. Мне вообще прокачать их можно до второго уровня и призывать не двух, а четырех. Надо в любом случае вызывать. Как-то так. Дам собаками грызть. Минус одну только съели, к сожалению. Не двух. Ладно, защиту от кровотечения еще одна собачка отъезжает. Ну и все, и мы их доедаем. Супер. Пока мы никого не теряем. Пока все неплохо в этом плане. Надо стрелять, если получится мечника забрать хорошо. Получается? Нет. Чуть-чуть не хватило. Но горение добивает. Супер. Он даже голема не развалил. А тут зато сразу минус два. Ладно. По идее наши духи должны... По идее наши духи должны что, докачаться? В этом бою. Ну, имею ввиду духи света. Тут, к сожалению, мы никого не отнимаем. Один мало, было бы двое, было бы веселее. Ладно, кидай сюда. В любом случае, надо кого-то с тобой... О! Крит прошел. Супер. Вот это супер. Вот это я понимаю. Подойти, запечатать проход. Нет, пусть стоит. Ни к чему. Так, тут чуть-чуть досталось ребятам. Можно выстрелить, кстати говоря. Выстрелить. А можно подлечить, да? Давайте подлечим все-таки, постараемся опытцу. Или нет? Или этого вот забрать? Сюда. Давай одного забирай. Минус один, хорошо. Лечение. Супер, меня устраивает. Вот это меня устраивает. Собака здесь у нас просто стоит. Так, теперь будут ходить наши парни эти, потом этот. Что дальше без магии? Так, а этот не добивает даже. Может еще крит? Ну-ка. Успешная критическая атака. Да, смотрите. Кайф. Какой же ты клевый. Элементальчик. Какой же ты молодец. Так, а отсюда можно уже, да, по ним пострелять будет? Давайте постреляем. Там, наверное, ребята сами потанкуют. В принципе, там здоровья хватает. Тут сколько осталось атаки? Не так уж и много там этих ребят-то не осталось, считайте. Перебегаем. Давайте жахнем туда, не будем зажимать. Огненным лучом. Так. Все равно не видим, да? Так. И никуда встать не можем, чтобы увидеть этих ребяток. Ладно, давай, стреляй. Собачки готовятся врываться. О, минус один от огонька. Хорошо. Эх, забрали такие одного у нас. Такие забрали. И тут мы не добегаем чуть-чуть, да? Ладно, тут тогда пропустили. Здесь бьем. Здесь добивай. Ну-ка. Красавчик. Добил. Ну и здесь тоже будем достреливать банально. Не видите? Да ладно. Да хорош. Ну тогда полечи. Тогда полечи здесь. Ну и он сгорит. Хорошо. Слушайте, хорошая победа. Хорошее сражение. Рельеф хороший. Единственное, что колдовалочку одну мы не уберегли. Здесь у нас ранг повысился. Здесь плюс 42 опыта. Нормально. Так, тут лечим, естественно. Здесь лечим. Уровень мы получили. Ну то есть главного мы добились. 1506 золота. Кайф. Кайф. В боях сейчас золото дает много. Мана тоже у нас в плюсе в небольшом. В общем, в целом-то нормально. В целом получилось неплохо. Слушайте, друзья мои. Так, наверное, мы на этом месте и прервем наше прохождение. Да, планировал я другой бой сюда. Как уже сказал вот этот. Но он от нас никуда не уйдет. Дело в том, что мы с него прямо начнем следующую серию. И в следующая серия вместит в себя два боя с бандитами. Вот эту битву. И вот эту битву. Плюс надо все-таки будет вернуть украденную печать душа. Разобраться с этой ситуацией. Но будем посмотреть, как говорится. Кстати, испытание Моррейн теперь для нас доступно. Наверное, если мы туда сможем добраться. Если других препятствий не будет на нашем пути. Поэтому, что? Мы, наверное, сейчас выберем вид покрасивший какой-нибудь. Вот такой. Да, на этом серию завершаем. Смотрим, кстати, по войскам, что мы можем. А что, кстати, по лидерству? 1140 не хватает на тролля. 1200 нужно, я вам напомню. Не хватает, да? Ну, можем нанять еще лучник и еще колдовалку одну. На духа света тоже нам не хватит. Кстати, тогда давайте уж и духа света посмотрим. Раз уж у нас он докачался. Никакой дополнительной обилки он не получает. Зато приоделся. Выглядит просто молодцом. Да, выглядит классно. Вот это мне нравится. Докачанный. 309 хп. 309. Нормально. У нас их двое. Это 618 на двоих. Урон 58.81. Ну, неплохо, в принципе, да? 58.81. И такой же от луча света. Против нежити самое то. Заходит замечтательно. Так, третьего докупить мы не можем. Ладно. Ладно. Понял. Понял. Ничего страшного. Значит, такой армии и пойдем. Ну, здесь, к сожалению, товарищ не докачался. Ну, видимо, в следующем бою докачается с бандитами. Наверное, так. Подумаю я еще, в каком составе на этих самых бандитов лезть. Ну, это все будет уже в следующей серии. За сим позвольте откланяться. Это был Антиквар. Жду от вас обратную связь. Оставляйте ваши комментарии. Делитесь впечатлениями. Советы какие-то. Ну, единственное, прошу без спойлеров. Но вот по механикам советы давайте. Что-то я уже сам понял. Что-то понял с вашей помощью. Много советов было. Поэтому огромное всем спасибо, кто принимает деятельное участие в этом прохождении. Также огромное спасибо спонсорам канала за поддержку. Всем удачи и до встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова